Друзья, с наступающим вас Новым Годом! И позвольте выразить искреннее восхищение работы Австралийского посольства по продвижению в России австралийского образования. Нас постоянно приглашают на семинары, на встречи с визовыми офицерами посольства и представителями университетов Австралии, которые прилетают специально на эти встречи, на брифинги, посвященные какому-нибудь выдающемуся университету или образованию в Австралии вообще, как сегодня, учеба в Австралии. Мы всегда рады бывать здесь на встречах и обсуждениях, задавать вопросы и получать самые компетентные и самые актуальные ответы. Почему? Как? Когда? Сколько? Можно ли? А что если мы? А что если нас? Вопросы трудоустройства и вопросы стипендий. И знаете, можно прочитать сотни страниц в интернете, в блогах, на форумах, в Яндекс.Зене, в Гугл и так далее. Но австралийская правда на самом деле находится только здесь. Да-да, она только здесь. Например, на наш вопрос, как нашим студентам проще искать в Австралии работу? Нам дали очень разумительный ответ. Джобс, когда студенты задают вопросы, хочу быть бухгалтером. Какая у меня будет зарплата? Кто там в этом секторе работает? Вот, пожалуйста, можно посмотреть. И занятость. Вот заработная плата бухгалтера. Да, у нас там 4 доллара. И мы смотрим 2 типа. 2. Вот ответный вопрос даже по профессиям. Кто по умолчанию будет получать точно меньше. Когда мы спросили о стипендиях, нам пояснили. Стипендии мы можем поискать также на сайте Study in Australia. Он вас перекинут на другую платформу. Кто-то из зала спросил, когда лучше оформлять семью, сразу с собой или позже отдельно, после получения своей визы. Им ответили. Сразу на всех. Если они не поедут, ну не поедут. Но чтобы они были сразу в одном заявлении. Хорошо. Несколько цифр. В Австралии преподается 22 тысячи различных курсов. В 1100 учебных заведениях. В 43 университетах. 4000 wet courses provided by registered training organizations. Английский язык изучается приблизительно в 300 колледжах. Дети учатся в 1000 начальных и средних школах. Более полумиллиона иностранных студентов из 190 стран учатся в Австралии. Поэтому Австралия уверенно занимает третье место по образовательной популярности. И скоро она будет второй. А в самой же Австралии мы вам поможем выбрать ваш университет. Из 10 самых лучших австралийских университетов по QS World University Ranking на 2020 год. Все они государственные. Мы начнем с 10 и закончим первым. Итак, Countdown. 10 место. The University of Newcastle, New South Wales. Основано в 1965 году. Кампусы Ульмба, Порт-Маквайр, Сингапур и в Сиднее. 37 тысяч студентов. Сильнейшая медицинская школа. 9 место. University of Technology, Sydney. Самый молодой из престижных университетов. 50 лет. 46 тысяч студентов. Среди 9 факультетов наиболее значительно. School of Business и Faculty of Design, Architecture and Building. 8 место. The University of Adelaide, South Australia. Один из самых старых университетов Австралии. 5 нобелевских лауреатов. Изобрели пенициллин, солнечные батареи, Wi-Fi, пластиковые банкноты, активная программа освоения космоса. 7 место. University of Western Australia, Perth. 25 806 студентов. Сильнейшая ло-скул и факультет математики. Выпускники и премьер-министры и федеральный министр Австралии. 2 нобелевских лауреата. И более 100 видных ученых. 6 место. Monash University, Melbourne. 8 кампусов, включая Италию, Индию и Китай. 73 тысячи студентов. Сильнейшая научно-академическая база в биомедицине. Более 100 научных центров. 5 место. University of Queensland, Brisbane CPD. 2 кампуса в США. 53 тысячи студентов. Сильнейшие школы в Business Administration, Ветеринарной медицине, Life Sciences, Mining Engineering и Sports Science. 2 нобелевских лауреата. 4 место. University of New South Wales, Sydney. 62 с половиной тысячи студентов. Сильнейший по финансовым и инженерным дисциплинам кампус Канбер располагается в Министерстве обороны программой международного обмена с 200 университетами мира. 3 место. University of Sydney. Первый австралийский университет. Построен в 1850 году. 62 тысячи тридцать девять студентов. 9 факультетов. Пятерки самых имплоебл в мире и первой в Австралии. 5 нобелевских лауреатов. И его закончили 7 австралийских премьер-министров. 2 место. University of Melbourne. Второй австралийский университет. Построен в 1853 году. 52 с половиной тысячи студентов. Сильная прикладная экономика. Business School, Law School, Medical School. 10 нобелевских лауреатов. И 4 выпускника премьер-министра Австралии. И первое место. Australian National University. Canberra. Australian Capital Territory. 20 892 студента. Высокий уровень трудоустройства. Сильнейшая школа политики, международных отношений, социальной политики и географии. Среди упсняков 6 нобелевских лауреатов и 2 премьер-министра. Далее поговорим об этом университете подробнее, раз уж он стал победителем. Это особенный университет. Единственный созданный парламентом Австралии. Год основания 1946. Это также единственный университет с почти равным количеством undergraduate и postgraduate студентов. Их примерно по 10 тысяч. Он состоит из семи колледжей. Каждый из которых занят и обучением, и исследованиями. Это College of Arts and Social Sciences. История, философия, социология, политология, международные отношения, Брежневосточные и латиноамериканские исследования, антропология, археология, классика, история искусств, английская литература, драма, кинематография, гендерные исследования, лингвистика, европейские языки, художественные и музыкальные факультеты. Также College Asia and the Pacific. College Business and Economics. College Engineering and Computer Science. College of Law. College of Medicine and Biology and Environment. College of Physical and Mathematical Sciences. Цены на обучение для иностранных студентов колеблются от 47 880 австралийских долларов в год. Познакомьтесь, пожалуйста, с системой австралийского образования. С чего все начинается и куда все ведет. Как вы видите, в левой колонке различные курсы английского языка. Без него вы в австралии никак. Это английский для школьного обучения, для подготовки к экзамену IELTS и просто английский для личного применения. В средней колонке среднее профессиональное образование, так называемый WET – Vocational Education and Training – от сертификатов до инванс-диплома, который, кстати, профессионально равен диплому бакалавра. И в правой колонке 12-летнее школьное образование и университет от бакалавра до докторской степени. Добрый день. Мы в посольстве Австралии, Москва, под колокольный переулок. Берифинг учеба в Австралии. Мы искренне признательны организациям Australian Trading Destiny Commission лично Натальи Коноваловой за блестящую организацию этого мероприятия. Мы узнали много нового и интересного, о чем обязательно расскажем в наших видеоканалах и сайтах. Читайте и смотрите нас. И не забудьте, что австралийское образование в редких случаях не приводит студенты к желанию остаться в Австралии после обучения. И для этого правительство даже придумало специальную визу – Skilled Graduate Subclass 485, чтобы вы могли после обучения получить необходимый для статуса резидента опыт работы и стать настоящим заправским ОЗИ – гражданином страны с курортным климатом и социальным комфортом. Удачи вам!